Привет, меня зовут Никита Дейнека, мне 20 лет, и я просто смотрел всякие разные школы в интернете и наткнулся на нойфон. Посмотрел, подумал в центре Лос-Анджелеса, ну и конечно захотелось учиться в центре кинематографа, а захотел актером быть. Ну с детства еще такая мечта была у моего отца, и как-то я его, наверное, на мечту перенял. Ну и так вот с детства хотелось всегда быть каким-то, не знаю, или примером, или каким-то героем. Смотрел всякие фильмы, сопоставлял с собой, ну и вот, наверное, поэтому я тут. И в принципе это такая очень интернациональная школа, много разносторонних людей, учителя читал, учителя очень хорошие. Ну и в принципе как-то доступно и удобно. Ну не скажу прям, что культурный, но шок, конечно, был, потому что, да, новый вообще менталитет абсолютно другой. Климат, климат лучше, не знаю, в сравнении с Украиной, конечно, а так не прям уж просто нужно привыкать. Это в принципе зависит от твоего уровня языка, конечно, потому что если ты, ну если ты учил английский, то тебе в принципе будет, конечно, полегче. Если, как я, там годик, то тяжело. Ну в принципе за полтора, за полтора-два года я наверстал. Первый, второй семестр были очень такими плодотворными. Много проектов было, больше 15 точно. Ну в принципе вообще как бы наива дала мне некий такой опыт. И в всех этих процессах, съемочных процессах я много всего посмотрел. И когда прилетал на Украину, я снял свой сериал. Поэтому в принципе у меня уже даже как у актера есть свой проект. С другом написал сценарий, вместе придумали сюжет. И вот за время, когда я учился онлайн, а это было по ночам в Украине, мы с ним общались, потому что он тоже отсюда. И вместе писали. И когда закончили, у меня был семестр офф, и начал снимать. То же, как и в принципе тут учили, я набрал актеров, сделал график, раскадровку, взял оборудование. И все в принципе, как я смотрел, наблюдал, как снимают ребята тут, все так же и делал. Как сценарист, режиссер, постановщик, даже в некоторой степени, ну да, в принципе почти за всех. Для меня первый, второй семестр это вообще, то есть идеальные были, идеальное время. То есть все такое новое, группа как тебе родная. Да, поэтому буду рассказывать на примере первого. Приходишь в школу, ну школа красивая, школа приятная. Учителя, ну учителя, вот мне кажется, это самое лучшее, что есть в этой школе, если честно. Учителя все замечательные. Приходишь, занимаешься, потом обед. То есть в актерской школе есть русская столовая, что это огромнейший плюс. Русские блюда очень вкусные. Перекусываешь, потом перерыв, опять урок. Уроки замечательные. Я еще хочу добавить, что есть эти drop-off glasses вроде. То есть все предметы, в принципе, актерские, полезные, хорошие, что-то новое, да, узнаешь. И вот эти drop-class тоже, там, уборка акцента, актерский бизнес, все очень полезно и все. Настоятельно рекомендую, потому что знаю тоже русскую девочку. И она мне говорила, что очень жалеет, что не ходила на них раньше. Они еще даже абсолютно бесплатные. Я после первого, ну, после второго семестра, когда менялись группы, я пришел в новую группу, ожидал, что это будет как-то неудобно, что придется долго налаживать контакт. А нет, в каждой группе ребята очень общительные. И, в принципе, за пару дней мы с ними уже так, как настоящие приятели в группе начали общаться, не знаю, как это сказать, но да. У меня был, так скажем, мой любимый режиссер, он учится на режиссера, да, в этом здании. И он дал мне, скажем, три проекта, там, один был триллер, детектив. Ну, все, конечно, не краткометражные, но просто сама работа, все на профессиональном уровне. Ну, в общем, да, профессиональный уровень, парень приятный, он знает, как общаться с актерами, правильные команды дает. И, в принципе, было очень приятно с ним работать. Вот он запомнился больше всего. Да, нас знакомят с режиссерами. Вначале, вроде бы, каждого семестра присылают имейл, который говорит, что нужно прийти туда-туда в такое время и зачитать монолог. Ты зачитываешь, вроде в этом же даже театре. Аудишн, да? Да, да, как аудишн. И режиссеры смотрят, кому ты понравился, те тебя зовут. Ты, в принципе, знакомишься с очень большим количеством людей, с разных стран, с разных возрастов. И все связи полезны, потому что, как бы, Лос-Анджелес, и ты никогда не знаешь, кто был следующим Джордж Лукасом. Но мне очень нравились Q&A. То есть приходили люди, какие-то, какие-то, ну, известные. Из индустрии. Да, 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 из индустрии. Их спрашивали вопросы, я спрашивал. Ну, очень полезно, когда человек с опытом дает тебе свой опыт. Это, в принципе, бесценно. Не буду говорить в целом про школу, просто самый главный совет – это, конечно, перебороть свой страх. Потому что даже я хотел стать актером, но я боялся выступить в школьном спектакле. Да, перебороть свой страх. То, что давно хочешь, но боишься сделать, конечно же, делать. И неважно, сюда приезжать или куда-либо. Просто главное – верить, делать, стараться. А там уже как повезет. Такой бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok